Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Довольно тяжелая ситуация описывается в данном случае человеком. Пять лет назад мне стало отца моего ребенка. Бабочка ребенку подала заявление нотариусу и забрала все, что причитается ей по закону. Теперь бабочка умерла, остался доживший сын дяди моего ребенка. И мой сын выступает на место отца как наследник по праву представления. Мы первыми подали заявление нотариусу. Теперь не страшно. Я боюсь травли и скандалов. У дожившего сына бабочки нет никакого имущества, кроме того, что осталось после матери. Соответственно, он будет драться за наследство. Отказаться несовершеннолетнего наследника вынудить нельзя. Так будут мотать нервы и издеваться. Всполнялся дайте совет, как достойно противостоять скандалам и разборкам, не потерять себя и сохранить нервы и душ. Ну, мне кажется, что здесь причудливым образом сплелись и юридические обстоятельства, которые, ну, в данном случае имеют место быть. Мне кажется, что здесь сплелись и ваши собственные элементы стиля движения по жизни. И мне кажется, что здесь также довольно сильно сплелись, в общем-то, ваши травмы, связанные с потерей близких людей. В частности, отца, ребенка. Вот. И, в частности, это довольно серьезные потрясения. Соответственно, вам необходимо распределить и определить свои приоритеты. Во-первых, вам необходимо определить, что сейчас важнее решать, да, юридический вопрос или психологический, психотерапевтический. Вот. Если, скажем так, если юридический вопрос может подождать, то я бы рекомендовал, конечно, вам психотерапию. Я бы рекомендовал вам психотерапевтическую работу, направленную как на работу со страхами, вот то, что вы боитесь скандалов и травли. Это работа с личными границами, это работа с чувствами, это работа с формированием вашей позиции, повышением уверенности в себе, освобождением от деструктивных установок в модели, ну, вашей модели. Поведение, скажем так, да. Вот. И всего-всего, что вот на данный момент может как-то тянуть вас назад, да, тянуть вас на дно, так скажем. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, нельзя обойти страну и наличие у вас травм, да. То есть наличие у вас каких-то вот травматических аспектов, вот, связанных с, ну, например, да, связанных с потерей близких, связанных с потерей важных для вас людей, вот. То есть это вот то, что игнорировать, на мой взгляд, так же нельзя, вот. И, соответственно, уже в зависимости от того, что вы сами пощипяете, вот, для себя более важным, на, ну, на момент текущий, вот, уже в зависимости от этого решать проблему. Несколько, конечно, смущает, не буду скрывать, то, что вы, ну, как-то вот говорите, да, про душу, вот. Не в том смысле, что смущает, что вы, ну, говорите про душу, вот, просто вы как-то, как-то вот, на мой взгляд, ну, как-то вот, начать все в одно, вот, начать как-то все это вот в одну кучу, да, вот. Потому что, совершенно очевидно, что вас раздирают внутренние конфликты, вот, в данной ситуации, как мне кажется. Это абсолютно нормально, хотя и вам, ну, в общем-то, от этого вряд ли намного и сильно легче. От того же, что, допустим, вы, там, понимаете, что вам легче, от этого, точнее, что вам не легче, от этого, да. Вот, поэтому конфликты, я имею в виду, вот, связаны как раз, как раз с тем, допустим, вот, что нужно определиться с приоритетами, да, то есть, ну, вот, в каком, например, направлении, да, вы будете двигаться, как вы будете двигаться, что вы будете делать, вот, как вы будете решать, вот, ну, проблемы, вот, в какую сторону вы будете двигаться, вот, в решении этих вот проблем. Потому что придется что-то выбирать, и это не всегда будет простой выбор, что не всегда будет легкий выбор, и не всегда будет очевидный выбор, что не всегда будет то, что соответствует вашим ценностям, к сожалению. вот, ну, потому что, в определенных жизненных ситуациях не получается, не всегда получается делать то, что, ну, то, что соответствует жизненным нашим, ну, нашим жизненным целям, приоритетам и так далее, вот, и, как бы, вот, к сожалению, ну, вот, вот, бывают такие ситуации, никуда не деться, соответственно, вам нужно, вот, вот, быть готовы, да, к тому, что, вот, такие действия, такие решения, вот, принимать как придется, да, никуда от этого, вот, в принципе, очень не получится, к сожалению, вот, поэтому тут тоже, вот, такой надо, вот, определиться вам нужно и с ценой, которую вы готовы заплатить, за, вот, собственно, да, ну, за то, вот, что вы делаете, за то, что вы выбираете, вот, определиться нужно будет и с ценой, вот, потому что это не всегда очевидно, они всегда просто, они всегда легко, вот, к сожалению, и, соответственно, тут вот тоже есть свои нюансы. Гораздо легче вам это, вам это делать, было бы, если бы, если бы вы были себе уверены, вот, гораздо легче было бы это делать, если бы вы знали, да, если бы вы знали, куда, к чему стремитесь, если бы вы знали то, чего вам нужно, то, чего вы хотите, если бы вы знали свои приоритеты, если бы вы знали свои, как бы, ну, в данном случае, предпочтения, вот, мысли. То, что вы говорите, да, вот, создает такое ощущение, что вы, ну, потеря, и, ощущение, ну, потеря, мастера, это, на мой взгляд, нормально абсолютно, ну, потому что ситуация действительно такая, тут вот, как-то вот, ну, смешано, да, смешано, смешивается, смешивается, значит, и, отношения между родственниками смешиваются, и смешиваются какие-то материальные истории, материальные ценности, и, конечно, вот, как-то вот, сохранить себя в этом действительно сложно. Я думаю, что баланс этот можно найти, вот, да, не буду, в общем-то, обманывать вас и говорить, что это легко, вот, это не легко, вот, но это реально сделать, если вы не можете этого сделать сами, то, ну, соответственно, вот, как бы, вам нужна помощь психолога, в этом, как бы, постыдного ничего нет, если вы обратитесь за помощью к психотерапевту, например, и, как бы, вот, ну, то, что, ну, то, что вы не справляетесь, ну, ну, например, да, вот, не справляетесь. Поэтому я бы просто смотрел, во-первых, ещё и на людей, которые рядом с вами, то есть, кто-то не закрывался, вы от поддержки этих людей, которые рядом с вами, может быть, это не всегда очень видно, но эти люди, я уверен, рядом с вами есть, и они готовы вам помочь, вот, они готовы, у вас, в принципе, придётся просто это люди, которых, вот, вы, может быть, ну, не привыкли воспринимать так, вы не привыкли воспринимать людей, определённых людей, вы не готовы воспринимать как тех, кто, кто вам может помочь, но такие люди есть. И ваша задача увидеть, увидеть этих людей и заручить своих поддержки. Сейчас вам кажется, ну, может казаться, что вы одна. Сейчас вам может казаться, что вы полностью потеряны, вот, что вы, ну, одна, да, вот, вообще. Противопоставлять себя миру идея не самая лучшая. Противопоставлять себя миру идея не самая лучшая. Потому что людей вокруг, в сравнении с вами всегда больше, вот, и вы, у вас, вот, так или иначе, не будет хватать сил для того, чтобы вы всем отвечаете. Поэтому, вот, на какие-то моменты важно просто забивать, да? То есть, что значит забивать? Не просто, вот, а действительно, да? А достаточно осознанно, достаточно осознанно давать себе отчёт о том, что, например, то, что говорится, ну, допустим, там, с теми же людьми, например. Вот. А то, что говорится, это вот не совсем про права, да? Ну, просто, вот, что-то про меня, что-то нет. Что-то подходит под меня, и тогда я принимаю это и беру на вооружение. Благодарю человека за информацию, которую он мне дал о себе. То есть, вы, ну, благодарите человека за то, что он вам, грубо говоря, как-то помог лучше себя понять, вот, и лучше себя увидеть. Увидеть, например, вы благодарите человека, человека. А что-то остальное, естественно, не про вас, потому что, ну, все про вас быть не может. Вот, и такая вот история. А отдельным пунктом важно, пожалуй, отметить то, что, куда вы, вот, движетесь по жизни, ну, своей, вот, в целом, куда вы, куда вы идёте, да? Вот, ну, просто, вот, куда вы движетесь по жизни, строгая. Делаете по жизни. Вот. Вот. Это отдельно. Отдельно. Очень, очень. Очень. Такой вот. Важный момент. Важный момент. Потому что, без личного, без личностного, жизненного ориентира вам будет очень-очень. очень-очень трудно и, соответственно, довольно легко, легко вас будет, будет, вот, сбить. Потому что, ну, если ориентиров нет у человека, у фонал, то, в общем-то, любой какой-то интроект. То есть, то, что, вот, приходит, там, к нам. Извини. Вот. Ну, подобных выбить, выбить. Нас искали, к сожалению. Так мы устроены. Так это работает. Ну. Я надеюсь, что вам это будет полезно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Отдельным пунктом идёт проживание всех тех чувств, которые сейчас вам кажутся кризисными. Вот. Отдельным пунктом идёт проживание всех тех ощущений, которые сейчас вам кажутся деструктивными, токсичными. Вот. И отдельным пунктом идёт формирование такого вот нового представления о себе. Желательно, чтобы это представление было вне контекста каких-то привычных стереотипов, которые имеют над вами, скажем так, давление. Давление, да? Ну, вот. Привычные, которые имеют давление, над вами. Которые, ну, влияют на вас. Вот. А вот какой-то такой ответ. Надеюсь, что это было полезно вам. Желаю удачи. Большая обратная связь нужна в первую очередь с валом для формирования базовых начальных постулатов для психотерапии. Всего самого доброго. Да. В Dangerous П's Желаю narrow.